В целом уже достаточно большая работа была приведена по приведению уровня тарифов для энергопроизводящих, энергопередающих предприятий до уровня, обеспечивающего необходимый уровень ремонтных работ, инвестиционных программ. То есть это будет зависеть от заявок предприятий, которые будут сформированы у заявок от компаний, отрасли, мы соответствующие ответы делаем. В настоящее время в Министерстве энергетики таких заявок нет. Вы все равно прогнозируете, что я не думаю, что они воздержатся и не могут вам заявки высылать. Ну вот принцип ценообразования как раз основан на том, что сначала мы аккумулируем заявки, проводим соответствующий анализ представленных заявок на предмет соответствия, нормативам, объему необходимых работ, после этого даем соответствующие заключения. На ваш взгляд надо повысить еще тарифы? Что касается услуг по теплоснабжению, безусловно, да, там необходимо положение тарифов. Это зависит от каждого отдельного предприятия. То есть в целом износ по предприятиям теплоцентрали, в частности он там порядка 70%, он требует существенных инвестиционных сложений, что предполагает положение. Это зависит от уровня инфляции, так называемого коридора, установленного Министерством экономики Республики Казахстан. То есть вот в рамках данного коридора инфляции, установленного правительством, определяется доля той или иной отрасли. То есть этот вопрос, что касается тарифов, относится к комитетам Министерства экономики, я думаю, вы об этом знаете. Комитеты по ремонту естественных монополистов. А по нашим объектам и сейчас, где будут проходить ремонты, сколько денег это потребует? Вот это все, что поднимался вопрос, а сейчас он ее обсуждает. Ну, достаточно большие деньги предусмотрены, сумма порядка 380 миллиардов деньги предусмотрены на ремонтные компании в целом по теплоэлектроцентрали. Из них 361 будет направлено на счет средств тарифа и собственников данных станций. Оставшиеся порядка 20 миллиардов будут за счет резерва правительства по тем объектам, где необходимо вмешательство государства, то есть где тариф не позволяет произвести необходимые работы для несения максимума нагрузок. Продолжение следует...